Добровольное общество инвалидов УМИД отпраздновало 35-летие. Как образовалось объединение, на каком этапе сейчас и какую помощь оказывают подопечным в сюжете Дарьи Чеканиной. Основали объединение пятеро каргандинцев в 1988 году. По прошествию времени желающих безвозмездно помогать и принимать помощь прибавилось и уже сейчас УМИД празднуют юбилей. Тема нашего сегодня фестиваля с надеждой в сердцах. Это значит не только дети будут принимать участие, но и мамы, папы, где есть бабушки, дедушки. Вся семья должна подготовить определенный номер, а мы сегодня рады будем подарить эти номера всем присутствующим в зале. Дети, состоящие в обществе, не менее талантливы. Творческими номерами они доставили родителям гордость, а гостям восторг. Помимо концертной программы, на мероприятии чествовали старожил УМИД, многие годы посвятивших себя общественной деятельности. Обществу огромное спасибо нашему за то, что сплачивает нас, за то, что не дает нам унывать. Мы, когда встречаемся, мы становимся моложе. Благодаря отзывчивым жителям общественное объединение УМИД живет в достатке внимания. К слову, подопечных не ограничивают материальной поддержкой. Некоторые предприниматели предоставляют продовольственные пакеты. А в ходе юбилея детям-инвалидам организовали поход в развлекательный центр. Это люди большого сердца. Это люди какого-то необъятной доброты огромной. Даже сегодня мы во дворце. Сколько лет нам всегда постоянно дает этот дворец, даже безоговорочно. Мы очень благодарны. Городской властью с недавних пор принято решение о выдаче заработной платы работникам общества инвалидов. Все годы по велению сердца они трудились добровольно. Теперь же их деятельность стала поощряться. Продолжение следует...